всех приветствую это джейсон тиви меня зовут сергей корзин сегодня у нас в гостях игорь хомяч здравствуйте игорь вячеславович здравствуйте партнер и директор блока инновационные решения крупной компании идти консалтинг так правильно более двух с половиной тысяч человек у вас в последнее время то есть много рабочих мест создали продолжаем создавать вы то с какого года в компании сейчас вспомню с 2006 шестого здоровье после учебы или сразу после учебы туда и попали вы знаете я после еще будучи студентом готов не бам она занимался такой малой автоматизации и в какой-то момент попал на большой проект в билайн и доучился в институте собственно до 2005 года 7 лет я учился шесть основных как бы один еще мне дополнительный год так сказать институт позволил поучиться какая-то дополнительная специальность сильно по-другому отличалась от обычных шести лет вот и вот после этого где-то год еще проработал бивания и вот ушел эти консалтинг сейчас вернемся к эти консалтинг ордились вы если наши сведения верны восемьдесят первом году в москве на год москва да когда празднуете в какой день в 16 апреля 16 апреля замечательно мгту в импелком и дальше айти консалтинг и все свой бизнес когда же делать но я могу сказать что я занимался еще будучи долгим пелком но с мало автоматизация то есть у меня об этом стараюсь не афишировать как бы но потому что в общем то особо там заслуг не было но я занимался мало автоматизацией автоматизировал так сказать розничные наши чудесные пытался на тот момент это было 2000 годы автоматизировал розничные точки там кассовые аппараты связывал с компьютером чтобы собственно вот первые еще тогда не было пост терминалов вот мы делали свой софт и свои программные решения да 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 занимался по делу сам сайта разрабатывал кстати у меня тот портал который разработал там очень много лет назад уже забыл про него он стал какой-то момент самым посещаемым порталом кассовых аппаратах в российской федерации да то есть ну там в сообщество сформировалось те идеи которые там закладывали некоторое время ну то есть вот тогда еще да то есть они вот взросли так сказать и вот училась такой интересный если говорить про свой бизнес то если вопрос про это то вот эти консалтинг очень уникальная компания как раз который позволяет на самом деле начиная фактически с менеджера проекта комфортно воспитывать себе предпринимателя такого из и что так собственника потому что эти консалтинг дает очень много возможностей для того чтобы для того чтобы почувствовать что это твое ну то есть и вот культура свободы принятие решений значит в отношении там заказчика внешне внутренней она начинается у нас с менеджеров проекта вот и вот собственно это дает возможность людям двигаться поэтому в принципе я считаю что вот фон на эти консалтинг это вот мой бизнес большую жамбаре вы занимаетесь своим да да своим делом совместить до форма это же ну то есть найти много есть людей которые занимаются вроде как своим делом да то есть вроде как форма да то есть ну в общем зону важности ваши нынешняя компания значит я партнер у нас много партнеров вот я один из партнеров отвечаю за блок инновационных решений так называется собственно компания с проектная и у меня команда которая ведет проекта на разных заказчиках это и в телекоме да то есть это и в белком и казах телеком и в телекоме мы что-то тоже делаем немножечко наш блок потом собственно банковский сектор да то есть и госсектор много разных заказчик у нас порядка вот в моем блоке порядка 70 заказчиков разных ну то есть крупных вот сказать белком когда телеком сбербанк автодор вот у нас хороший заказчик очень перспективный на мой взгляд госкомпания автодор сегодня мы концентрируемся в основном на мобильных оператор да 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 я этим занимаюсь очень много лет на в чем главных проблем уже довольно давно насколько я помню этим интересовался идут вопрос о том останутся ли они просто трубой или будут заниматься другим бизнесом много заявления было по этому поводу но такое ощущение что ничего особо не движется и в чем главная проблема но кроме понятно падение голосовых услуг и мессенджинга да но что-то же должно появляться кроме как передачи по этой трубе информации вперед и назад знаете если сравнивать вот помню двухтысячных годах когда собственно начинал работать и вот был в мобильном с мобильным оператором внутри мобильного оператора я вот вспоминаю те времена и вот позитивы конечно было много очень много на то же рост да но проблем было гораздо больше чем сейчас на самом деле мобильный оператор на текущий момент соображающаяся компания у них огромный штат огромная выручка у них как огромный бизнес они там бренды там их собственно рекламируется на всех проблемах в целом как бы нет единственная проблема что рост закончился но он закончился достаточно давно уже да то есть вот такой кардинальный рост и вот новые точки роста это наверное то на чем как бы вот бьются мучаются ищут собственно оператор мобильный оператор и конечно же все так или иначе смотрят вот на цифровой бизнес вот вопрос на ну давайте сначала четверки будет ли четверка состоится это большая с выходом теле это на московский рынок и что он привносит с вашей точки зрения но мое мнение такое что во всем мире происходит консолидация вообще-то да то есть вот именно как бы таких вот операторов да то есть вот и большой четверки ну мне кажется ну не будет будет вот временный период когда будет у фон четыре компании но рано или поздно какие-то компании сольются будет либо опять три либо вообще два вот национально четыре это много для этого я думаю что это ну совершенно не нужно как бы зачем но 4 вот если бы это были бы им вино ну посмотрите вот у вас в в дом заходил бы четыре водопроводных крана ну там два еще можно представить 6 провайдеров уже заходят судя по количеству трубка но это временное явление то есть под вопрос если провайдеров шпд да то есть но это думаю время явления пока не начали регулировать на самом деле народ то возмущается да то есть висит это все собственно там некрасиво и вообще как бы зато надоели уже зачем и вот я думаю что этого временно то есть здесь то вообще с домами с подключением этом вообще будет один как бы и достаточно остальные будут поверх просто ну то есть разве ли вар четверых не выдержат двоих троих еще туда-сюда не выгодно принятие за как-то 4 а четвертый оператор даст на самом деле вот как говорят экономия экономия да вот придет или два будет дешевле будет дороже потому что будут общего и вышки свои распродают просто кто он чисто любительский гратор и мобильные операторы но это один из способов сказывается эту инфраструктуру или вот доходность хотят повысить ну когда конечно борется за оптимизацию затрат то есть основные кейс конечно же там о том что вот мы дадим значит будем ставить на одну вышку от разных операторов и оборудование и вот это даст экономию от обслуживания вообще обслуживание вышек на самом деле история достаточно такая сложная насколько вот мне это известно я не очень с этим много не в дело но насколько я понимаю да то есть это не так просто организовать все вышки да то есть но тоже нужна земля там аренда этой земли да то есть надо договариваться там с жителями ну то есть и в общем скажем так это полевые работы которые могут быть не совсем белыми может быть да то есть это не совсем белая история может быть да с этим и а все операторы так иначе это серьезные такие вот компании которые для них пушистые законопослушные белые компании да то есть и очевидно они могут с этим сами бороться могут ну то есть вот со всеми трудностями связанными с работой на земле могут передавать эту работу людям которые будут только этим заниматься и не буду думать о светлом пушистым вот и в этом смысле конечно это повышение эффективности и вот с точки зрения с точки зрения конечно консолидации вот это и она может быть она таким образом и будет происходить да то есть вот оператора будет 4 да то есть а по факту сети 2 например да потому что в конечном итоге да то есть поможет даже не 4 там а больше будет операторов сетей будет реально сетей на которых эти операторы будут действовать будет ну там еще одно количество что содержать каждую сеть это на самом деле дорогого удовольствия стоит мобильный оператор у нас будут появляться на взгляд ну по типу йоты которые индино ой я думаю что нам виртуальный виртуальный ну вообще судя по тому как вот минком связь в политику свою обозначила вот если вот смотреть вот на их лозунги как минимум документы которые принимаются то да думаю да думаю будут появляться еще и и в корпоративные мобильные операторы виртуальные и это скажем так и ориентированы на определенной социальной группы например там для футболистов каких-то фанатов могут появиться да или там для любителей определенный там смысл джаза бизнес деньги откуда просто аудитория которая готова платить больше штамм за услуги или что потреблять смысл нишевизации вот этой ну соответственно вместе с этой с этой ниши да ты ну то есть вот собственно вместе с появлением вот таких вот виртуальных операторов ну то есть если говорить про про корпоративных да то есть больших корпораций вот мы берем как большая корпорация делаем свой виртуальный оператор а потом провязываем сложные эти кондиционные услуги со своими корпоративными сонной системы вот получается история да интересная да мы повышаем эффективность собственных так сказать вот если говорить про полет плюс данные собирается на их то что один из главных ресурсов мобильных да огромные массивы да ну да то есть если говорить про большая корпорация то сейчас же все чаще используется для и производства и там сервисы и добывающих прослей да все больше используется на самом деле машин которые в онлайне передают какие-то состояния себе да то есть это вот то что машин то машин история да то есть соответственно тоже вот это вот все завязывать увязывать это удобно просто и поэтому операторы конечно же там будут именно вот инфраструктурные операторы будут фактически помогать корпорациям вот таким да создавать именно вот собственные внутренние такие окружения которые позволяли бы корпоративный мир автоматизировать в том числе благодаря сотовой связи западные операторы но в других странах высокоразвитых за счет чего повышают свою рентабельность и доходы они вот и те используют знаете вот я считаю что то есть западные операторы и высокоразвитые операторы вот на мой взгляд это на самом деле ни одно и то же да вот мне кажется я слышал что он чуть ли не польше созданы более продвинутые сеть мобильная ну да на самом деле вот на мой взгляд из самых продвинутых это все-таки азиатские вот именно высокоразвитые азиатские операторы вот не ну больше тоже почему потому что ну когда у вас фактически западный мир он операторы западном мире держатся на большом арту них необходимость и шарить так сказать вот ресурс шарить да то есть делить ресурс между абонентами его не так много это на самом деле не просто вот так делить когда вот есть ограничения ресурсные то собственно возникает такая потребность как-то делить вот и вот это и есть то самое развитие к которому в том числе присматриваться и западные потому что действительно вот труба рано или поздно она вот насчет лопать да то есть нужно будет как-то давать качество при этом качество нужно будет давать обеспечивать не в целом вообще для всего да то есть а вот как-то перспектив персонально под конкретно вот для на музыке для этого для видео конкретно видеозвонков так далее вот вот с этим столкнулись в азии уже потому что там просто перенаселение людей много и они вынуждены делить были не вне зависимости от продажи контента и продажи каких-то вот специализируется она западе с пока не сталкнулись поэтому на мой взгляд высокоразвитые и больше в азии все-таки но вот в польше тоже у нас хотя тоже очень хору высокое развитие россии выше новые технологии 4g плюс и 5g которые вот там в японии к олимпиаде собираются вести двадцатом году они как-то изменят картину или все равно вот был трубой и останешься трубой только будет пошире и больше будет через нее протекать давайте так это маркетинг все-таки дал 4g плюс 5g и вот 4g тоже все изначально маркетинг в принципе есть концепции которые ну то есть есть понятно развитие но вот условно привязывание вот к этим вот брендом это все-таки больше маркетингу истории к самой вот именно технологии умение зарабатывать на трафике ну там нет мало отношения на мой взгляд во многом сдерживает возможность зарабатывать на трафике законы относительно законодательного пространства относительно вообще всемирной сети интернет то есть трафик он определяется в интернете да то есть мобильный соответственно тоже то есть так или иначе этот трафик берется из интернета соответственно пока вот условно интернет свободный тире на самом деле дикий то есть свободный в западном понимании не значит как бы вообще все дозволенность да то есть это все-таки там есть определенный закон пока в законов таких вот в интернете нет вот пока вот это все вот распространяется как во всех местах с этим бороться невозможно да то есть никак не как ну то есть операцкий контент там ну то есть вот все подряд вот пока вот это все вот так вот живет да то есть она конечно же будет сложно зарабатывать на оператором вот интернет компаниям тоже на самом деле не просто зарабатывать если посмотреть как бы интернет компании на чем зарабатывают то есть топ мировые глобальные которые наличку продает или рекламу мобильные операторы собирались конкурировать как раз с УТТ-сервисами, которые на них растут, да, и производить ту же продукцию, но лучше, шире там, для своих, лучше распределять ее. Это выход для них или не выход? Для них выход все-таки быть оператором, да, то есть быть, не конкурировать с конкретными УТТ-сервисами, а уметь работать с тысячами УТТ-сервисов, тысячами, десятками тысяч, да, то есть вот сотнями тысяч, ну, то есть уметь, ну, становиться для операторов, выход становиться таким вот гипермаркетами, да, вот, где условно идти. Есть, собственно, вот в Ашан приходим, да, то есть есть продукция, которая так, чисто Ашан, прямо написано, Ашан, но кто там произвел, неважно, там сам Ашан или кто-то там, собственно, какой-то вот партнерах, да, то есть, ну, вот, стоит он на полочке Ашана. Соответственно, для операторов будущее, это вот быть вот таким вот гипермаркетом, куда заходят, как бы покупают много чего, в том числе, как бы вот их собственное, ну, а-ля модель вот Apple App Store, да, где, в принципе, вот привязан к телефону, при этом вот выставились там тысячи этих мобильных приложений, и вот все покупают, на самом деле вот App Store с каждого стрекет по 25 процентов, в принципе, очень даже неплохо себя чувствует. То есть, вы считаете, не зазорно быть такой, оставаться трубой, там, суэцким каналом, по которому ходят корабли и все, кого не лень там, да? Да, это не то, что не зазорно, это, скажем так, основа бизнеса будущего, это понимают прекрасные интернет-компании, которые, собственно, там, посмотрите, Google занимается тем, что сейчас придумывает, как строить там сети, инновационные способы, там, да, там, запуская там шары воздушные, да, там, с коммутаторами. Ну, то есть, это не зазорно, это, это основа, то есть, это земля, от которой вот, если оторваться, то, конечно же, то есть, можно как бы легко оторваться от земли, да, то есть, но и потом никуда не приземлиться, просто сгореть и все. То есть, судьба сервисных провайдеров их не привлекает или привлекает, но они не могут, не тянут на них. Ну, опыты с, там, с финансовой сферой, естественно, отлично. Нет, почему? Это все хорошие истории. Хорошие, хорошие истории, да. Что вы советуете компаниям этим самым мобильным? Какие истории хорошие? Если говорить про, ну, то есть, про сервисы, которые, собственно, ну, то есть, самое первое, что приходит в ГО вообще и в мире, там, это самое, вот, то, что вот больше всего могло быть, то, что можно было бы монетизировать, это сервисы, связанные с идентификацией, identity, да, то есть, условно, вот реализация идентификационных сервисов, да, то есть, вот, это же удобно, да, это вот уже сам, вот эти сервисы, они сами по себе могли бы дать операторам, ну, дополнительную, там, выгоду и дополнительную, собственно, мобильный кошелек в смартфоне, да, например, мобильный кошелек в смартфоне, это доступ, там, к тому же литовому правительству, доступ к интернет-магазинам различным, да, то есть, вообще, вот просто вот реализовать, условно, сервис интернет-магазины через вот оператора, при том, как бы привлечь туда частных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, да, то есть, и чтобы они плодились, там, спокойненько, там, продавали свое, да, все это было на инфраструктуре и с идентификацией, с возможностью, там, платить, вот, пожалуйста, отличная история, работа, привлечение малого бизнеса и с каждого заработок небольшой. Это не просто реализовывать, это сложная история, на самом деле, вот, сложность заключается в чем? В том, что операторы увлекались, как компании, да, то есть, потеряли вот эту вот инерцию, слишком много думали о том, как вот нам избавиться от отягощающих историй, связанных с инфраструктурой, вот, и думали о том, как организации были построены о том, чтобы, о том, что шло распространение связи, мобильной связи и удешевление, и вот держали вот это вот, а вот мы еще пока не будем, чуть-чуть будем еще держать, вот здесь вот еще будет дороже пока, и вот это вот все, сейчас уже плато, как бы, сейчас вот история с вот этим большим маркетингом, вокруг, вот продуктом, сейчас по-другому выражусь, продуктом у операторов назывались тарифные планы, это десятки тысяч тарифных планов у каждого из наших федеральных операторов, вот вы как обыватель, как вот человек, который просто вот понимает, что такое, вот это вы можете это назвать продуктом, каждый из этих тысяч, десяток тысяч тарифных, это же не продукт, это, ну, как бы, надувательство, то есть это, как бы, одно и то же, просто развитное по-разному, да, то есть, а это же, представляете, вот сколько людей работало на то, чтобы вот это вот улучшить, а вот здесь вот мы представим, по факту продуктами назывались долгое время вещи, которые сейчас воспринимаются просто как вот комодити, вот, ну, под ключ, вот все, коробочки и все, если говорить про перезагрузку, то, очевидно, нужно, как бы, белое назвать белым, черное-черным, то есть, вот есть продукт, голосовая связь, вот он, продукт, есть продукт, там, смс, там, да, это уже может даже не быть продукт, может быть, частью, там, одного бланда какого-то, а вот поверх этого действительно множество продуктов... Ну, и третий продукт, собственно, и исчерпывается, пакетная передача информации и все. И все, да, вот и все. То есть, три продукта, которые... Три продукта, представляете, вот сразу же, как все это можно оптимизировать мгновенно, как бы, вроде бы, вот. Ну, как бы все, но не все, и тут есть много всяких разных интересных историй вокруг того, как вот прийти, как оптимально найти равновесное такое состояние, с одной стороны, с другой, с точки зрения вот этих вот продукт, потому что там есть, конечно же, тоже дополнительные услуги, и, вот, как вот найти вот это оптимальное состояние, и как создать вот ту самую модельку, которую, которая позволила бы наращивать, вот не делать не три продукта, да, то есть, а вот как в Ашане, там, 30 тысяч продуктов. Соответственно, вот я думаю, что операторы вот идут к этому, вот, и пытаются, условно, свой бизнес-процесс перестроить на то, чтобы, условно, управлять тысячами продуктов, реальных продуктов, которые будут восприниматься людьми, как отдельные продукты. Вот тот хороший азиатский опыт, о котором вы говорили, он в какую сторону нас ведет? И универсален ли он? То есть, это можно ли говорить об идтификации? Знаете, если говорить про Китай или там Японию, там, для нас же это закрытые рынки, в принципе, мы их особо не понимаем, что там происходит. У них очень развито, у них очень много разных, действительно, продуктов. Ну, вот, в модели работать, это же можно подглядеть-то, как китайцы и японцы подглядывали в свое время, так нам подглядеть и идти в ту же сторону. Ну, вот я пробовал, как бы, зайти на китайские вот сайты, там, подглядеть, но очень тяжело, да, ты, фироглифы. Ну, я к тому, что это непросто, ну, то есть, подглядеть можно. Мы подглядываем, мы почему-то смотрим все больше, ну, то есть, на Европу и на Америку, мы туда подглядываем, и там ничего не видим, к сожалению. Да, там мы ничего нового не видим. А свое, а импорта заместить так, чтобы никому мало не показалось, это-то можем? Ну, пытаемся, вот, есть у нас компании, которые пытаются, вот, тот же Мегафон, там, пытался это делать, да, то есть, вот, активно в это вкладывал, и, в принципе, я думаю, что, может быть, там, в 2008-2009 они начинали заниматься, может быть, тогда было не совсем вовремя, там, да, то есть, но сейчас-то прям самое время, как бы, да, то есть, и туда смотрят и Ростелеком, там, да, там, сделал национальную обычную платформу, и там распространяет для B2B сегмент прямо через облака приложения. Не совсем мобильная история, да, но, тем не менее, тоже вот это перспективное направление для телекомов. И МТС тоже туда же смотрит, да, всякие разные, придумывает, двигается, ну, и Билайн, ну, Билайн вообще, как бы, тут, в этом смысле, рекордсмен по количеству новостей вокруг вот трансформационных вот таких вот историй, то есть, они прям активно, это в информационном пространстве, это эти все идеи проталкивают, вот. Ну, и, кстати, самое главное, Минсист связи поддерживает активно тоже вот эти вот все целеустремления, то есть, всячески, там, помогая, там, операторам забыть про сверхмаржинальность бизнеса, который связан только с тремя продуктами, с двумя. Понятно. В будущем, кроме сокращения числа операторов, кстати, кто самый слабый? Возьмете на себя смелость сказать, кто самый слабый из операторов? У всех разные стратегии. Если говорить, из каких операторов? Из мобильных операторов, из вот этой тройки, тройка плюс, тройка плюс теле ту. В маме тройка плюс теле ту. Ну, то есть, у них с ростырком вместе, понятно. У каждого из этих операторов есть свои слабости, притом, прям, у каждого есть свои болезни. Притом, они разные. Вот. В моменте, если вот в моменте... Очень, у меня прям неудобный вопрос. Вот я и говорю, осмелитесь, не осмелитесь. Если вот так тактически смотреть, то самые сейчас слабые позиции находятся, конечно, на мой взгляд, Beeline. Потому что они пошли по самому такому резкому... То есть, они оголились, конечно, прям, они самые резкие у них идет такой трансформации. То есть, они первые пошли, что называется, на амбразуру, пошли вот жестко так вот трансформироваться. В этом смысле, конечно, в моменте они испытывают, на мой взгляд, наибольший дискомфорт. Но если говорить про, там, перспективы, да, то есть, если там все вот это вот сварится правильным образом, и переварится, и они, ну, то есть, сформируют, то у них, как называется, high risk, high margin, да. То есть, они высокорисковую сейчас игру ведут, но при этом, как бы, если все сложится, то у них большие шансы стать, там, прям, самым... От вложений в инновационное решение многое ли зависит? Потому что у каждого из большой тройки были периоды, когда они вкладывали относительно больше других, да, ну, по своим траекториям развивались. Вот сейчас это выход вкладываться, и деньги, и прибыли отправления в инновации. Сейчас вот выход — это перестроить бизнес-модель. Притом вариантов, как бы, несколько, да, то есть, можно идти по пути, перестроить сразу все. То есть, как вот, собственно, вот я говорю, как Билайн идет, да, то есть, он пытается сразу всю организацию целиком перестроить. Можно идти по пути, вот как пытался идти, там, Мегафон, да, там, или там, и продолжает построить, вот рядом имеется Йоту, и вот там делать такую диджитал-лабораторию, там, пытаться какие-то вот придумывать. Ну, и там не только Йоту есть, Мегафон там... Ну, то есть, разные сценарии есть, как можно... Ну, вот сейчас вопрос не столько в инновационных продуктах, их полно, их, как бы, очень много. То есть, можно очень много сейчас инноваций, они прям, ну, то есть, прут. Проблема не в наличии, как бы, этих инновационных продуктов, а в умении их продавать, умении на этом зарабатывать, умении, как бы... То есть, вот в масштабах вот таких больших организаций. То есть, это легко говорить, как бы, когда, как лифт, там, с 10 человек, все все понимают, и там, раз, вот, те же появляются вот МВНОшные операторы, которые, вот, являются сервисными, вот, ну, то есть, так, поверх операторов, имеют просто контракт, продают симки и какие-то еще дополнительные, там, услуги консьержа, там, предлагают и так далее. То есть, инновационные вещи, ну, это маленькие все истории, то есть, в масштабах, в масштабах большой организации такие вещи реализовывать очень тяжело, особенно, если вся организация была заточена на то, чтобы генерировать вот эти тарифные планы для вот двух услуг. И вот перестроить, да, то есть, вот всю эту организацию, как бы, вот, дать всем объяснить и четко там выстроить вот мотивационные схемы, чтобы не пытались все бороться вот за выручку на, там, за голосе, ну, то есть, за прибыль на голосе, да, там, и на данных. А там было выгодно внутри операторов менеджменту тратить свою энергию и силы на то, чтобы развивать какие-то другие направления. Вот, вот, перестроиться вот на эту волну, да, это вот непростая история. Короткий прогноз ваш, если позвольте, что будет в ближайший год-два-три в этой сфере и закончился ли кризис, и закончился ли он в ближайшее время? Или вообще не заметили его мобильные операторы? Под кризисом, если понимать, что мир изменился, то кризис, конечно же, там, да, вот он есть. То есть, у нас вот в компании партнерами договорились все, что у нас, мы не будем говорить, что у нас есть кризис, просто мир изменился. Но обменный курс изменился, в общем, это не кризис? Другой, ну, просто другой мир, ну, то есть, по-другому стало. Ну, то есть, если раньше было невыгодно производить в России, сейчас теперь стало выгодно. Ну, вот, выгодней просто, ну, выгодней. То есть, может быть, еще не прям выгодно-выгодно, но выгодней гораздо. Вот, и если раньше там было невыгодно, в смысле, ну, то есть, выгодно было исключительно западное, так сказать, оборудование, и то сейчас, вот, если есть возможность, как бы, вот, дешевле сделать дома, то давайте дома сделаем. Ну, просто другой мир. Ну, то есть, сейчас настало, мне кажется, время креативных людей, по-настоящему креативных, вот, которые именно занимаются тем, что что-то производят креативное, что-то вот создают. И вот сейчас в этом смысле для России вот такое время настало. То есть, не вот просто перепродают, да, то есть, а вот именно производят. И вот те, кто будут производить, и, к сожалению, у нас, конечно же, сложное, сложное достаточно государство, там, да, то есть, большое, огромное. Ну, в этом и преимущество большое тоже, то есть, возможностей у нас очень много. Драйвером будет государственный сектор или частное предприятие, на ваш взгляд? На мой взгляд, частный. На мой взгляд, государственный сектор будет тормозом. То есть, сейчас, конечно же, у нас консолидированы отрасли, но если не будет приватизации, она, на мой взгляд, будет, ну, то есть, должна быть. Ну, как только вот будет поспокойнее, я уверен, пойдет приватизация. Тогда и будет, конечно, больше разговоров. Ну, то есть, новая волна приватизации, понимаете, да? Сейчас 71%, согласно исследованию, это вот экономика под государством. Это очень тяжело. То есть, у нас такие большие корпорации, на поле такие, да, которые неповоротливые, которые там, в которых, вот, представьте, сверху там задача им ставится стать там ведущей, бежать. И они что делают? Они как бы, ну, все делают, чтобы стать. Вот один человек придумывает, как стать вот за очень много людей. Вот, и этот один человек, вот, он там покупает что-то там сразу на западе, бах. И вроде бы он молодец, как бы, да, то есть, в рамках своей корпорации там встал чуть-чуть на шаг вперед, но зато вот рядом соседняя отрасль, она как бы вот назад на шаг, потому что эти деньги, они ушли там не в развитие этой отрасли. И вот эта вот толкотня, она между вот этими госкорпорациями, которые друг с другом, там, так или иначе начинают выяснять отношения периодически, да, то есть, она, конечно же, ну, то есть, со временем будет становиться контрпродуктивной. И поэтому новая волна приватизации, на мой взгляд, будет соответствовать новому росту. Спасибо вам за этот разговор. Два традиционных вопроса напоследок. Ваши личные гаджеты к какой фирме склоняетесь и что носите с собой? Мой личный гаджет, это я много перепробовал еще со времен работы в чудесном бивайне, когда-то я работал, я часто менял телефоны, раз в три месяца, и на самом деле до последнего времени это вот так же со мной происходило, у меня они просто ломались. И вот последний вот год уже с Huawei хожу, Honor, очень мне нравится, в принципе, вот. Ну, то есть, это Android, как бы кирпич, вот обычный кирпич, на нем Android, настроенный под меня, вот. И сам последний, в соцсети, какую роль и в общении с друзьями, и в профессии? Прям очень большую роль, меня прям очень сильно интересует цифровой мир, давно, и вот если говорить про соцсети, вот эти вот все интересуют, ну, больше всего я общаюсь в Фейсбуке, это вот наиболее такой популярный сейчас, вот если говорить про, в целом, верю в то, что будут, и вот сейчас пытаюсь внутри у себя создать внутреннюю такую корпоративную, ну, это не просто соцсеть, я хочу сделать условно новый вид автоматизации на базе, как бы, технологии соцсети, вот, ну, вот, собственно, мы сейчас это делаем, да, и будем, скорее всего, предлагать тоже нашим чудесным заказчикам перестраивать работу вот на базе соцсетей. Соответственно, если говорить вот про соцсети, то вот Facebook, одноклассники, отличный ресурс, неплохой, там можно с папой встретиться в ВКонтакте, можно встретиться, так сказать, со студентами, ну, то есть вот как-то вот Facebook, это вот в основном вот те, то место, где больше всего вот именно моего возраста люди тусуются, да, общаются. Спасибо вам огромное еще раз, напомню, партнер, директор блока инновационное решение компании IT-консалтинг Игорь Хомич был гостем в студии Jason TV. Счастливо всем! Субтитры подогнал «Симон»!